Добрый день, меня зовут Людмила, я живу на две страны, Индия и Латвия, да, мне очень интересно сравнивать травы по силе ее, действия травы по всему, да, индийские и латвийские наши травы, да. По своему образованию я закончила биологический факультет нашего Латвийского университета, вот, и интерес к травам, даже не могу сказать, что он проснулся на биологическом факультете, он был значительно раньше, потому что и мама, и бабушка, ну, у меня всегда собирали травы, и в детстве меня лечила мама травами, даже доктор у нас был еще с времен Ульманиса, он тоже лечил травами, мы любили к нему ездить, он жил в лесу, да, и основное его лекарство, это было малиновое варенье или малиновые листья, мы когда детьми никогда не боялись ехать к нему, да, то есть, вот, уже тогда, в детстве, мне это было интересно, и даже у меня до сих пор сохранилась тетрадка, я выписывала лекарственные травы и их, как бы, значение, да, вот, затем, уже поступив в университет, да, то есть, я тоже, хотя я училась на факультете биохимии и молекулярной биологии, но когда у нас были практики, я всегда старалась выбирать курсовую работу по лекарственным травам, да, то есть, и затем я работала в медико-биологическом исследовательском институте, да, здесь в Латвии, вот, то, что мне дало понимание, да, что наша наука медицинская, да, она, ну, с моей точки зрения, я не говорю на всех, она намного слабее и более жестче, чем вот в лечении и использовании трав, которые имеют, ну, намного больше потенциал, чем вот наша медицинская, ну, как сказать, как она называется, да, то есть, вот, не забыла я. Это связано с тем, что вот с парадигмой современной вот технократической медицины, когда вот такая парадигма, она сейчас, правда, меняется уже постепенно, а одна мишень и одно действующее вещество, выделенные там, допустим, травы, а сейчас уже там, конечно, уже есть такая системная фармакология, когда пытаются там делать комплексы, либо там синтетический медикамент с какой-то травой применяется, либо изучают взаимодействие трав в комплексе, в составе сборов, сейчас это такая, ну, на подъеме дисциплина, но там, ну, настолько много нерешаемых технократическими методами вопросов, что, я думаю, что это вообще не скоро разрешится, вот, потому что в одном сборе, в одной траве, может быть, 700 веществ, а в сборе их тысячи, тысячи, и они, они многие неопределимы. Более того, по современным научным данным, вот, представьте, вот взаимодействие трав в сборе, могут возникать какие-то новые вещества, я не представляю, как это может быть, но вот это уже выявлено. Ну, то есть, это нерешаемо, но, тем не менее, вот на протяжении, там, тысячи лет, и больше в протяжении времени люди же работали с травами, да, они травы помогали, и, ну, к сожалению, у нас это все знание отрезаны, убраны, ну, это все понятно. А чем, Людмила, глянув вас вот именно наша школа? Вот. По каким причинам? Ну, ну, затем, как бы, я после этого занятия наукой, да, и которое мне было и по этическим вопросам, мне очень приятно там занять, ну, по-разному другим, и финансовым, и все это вместе соединилось, что я, как бы, ну, занялась совсем противоположным, да, вот, я стала, как бы, дизайнером, художником, ну, до сих пор, как вы видите, наверное, за спиной у меня картин много, да, все, как бы, вчера написала новенькую, да, тоже поля, такая, она мне очень нравится, да, то есть, вот, и, ну, как бы, стала свободным художником, да, вот, но вот этот интерес к травам, он всегда, наверное, сохранился, как родовая память, да, во мне, да, которая перешла еще от любви, ну, мамы к травам, бабушки, да, и все, что мы в детстве использовались, и мне хотелось именно научиться самой использовать эти травы, да, вот, если, ну, именно уже более с таким научным, по, значит, подходам, да, и, естественно, я начала смотреть, так как я переезжаю все время, да, из страны в страну, да, и много путешествую, у меня не было возможности где-то на очном учиться, да, и, в принципе, не хотелось, да, то есть теряя столько времени на очной, и я начала искать разные в интернете образование. Первое то, что я нашла, это было, вот, я закончила там фитотерапию, вот, и заочно, но там было очень как-то, мне показалось, ну, все очень хорошо, большие знания, да, но не было именно практического, да, то есть какого-то, не знаю, чего-то души растения не было, там все как бы было сложено, структурировано, да, все очень хорошо, я довольна, да, вот, нет проблем, вот, и затем, и я периодически, ну, подсматривала разные другие курсы, чтобы углубить эти знания, вот, и наткнулась в ВКонтакте, да, там был анонс вашей школы, вот, и я очень часто делаю, если меня что-то заинтересовало, я просто кликаю, чтобы запомнить, да, что вот это, и я, наверное, кликнула зарегистрироваться, да, то есть не было, наверное, такого ясного желания, что я именно пойду в эту школу, но почему бы не попробовать, что это за школа, вот, и затем мне очень понравился, да, то есть такой подход, да, что мне перезвонили, вот, и это был международный звонок, мне было как бы это вначале, ну, так, странно, кто-то звонит из рубежа, тратит деньги, да, свои, чтобы, ну, поговорить, да, то есть мне очень понравился голос, вибрации, да, так, я давно уже занимаюсь йогой, там, энергетикой, да, то есть я почувствовала, что действительно очень такой личностный подход, да, вот, затем я, прочитав программу, я увидела, что она очень обширная, да, то есть и много затрадивает таких моментов не только в фармакологию, там, растений, и в химический состав, в действии, но что-то есть большее, да, которое вот я всегда чувствовала, что это есть у растений, да, и поэтому мне очень захотелось обучаться в этой школе, я не ошиблась, так оно и оказалось, интуиция не подвела. В продолжение предыдущего вопроса, то есть вот у вас уже, оказывается, был такой большой опыт, вы и, как бы, и биолог, и закончили одну из школ, таких онлайн-школ, а что вы открыли для себя, вот, в процессе обучения, вот именно в нашей школе, по сравнению с тем багажом знаний, который уже был? Багаж знаний, который был накоплен в предыдущем обучении, да, то есть, хотя у нас и был очень замечательный профессор ботаники, профессор Лангельфельд, да, то есть удивительный человек, да, который, может быть, тоже сыграл мою еще одну роль, да, в любви к растениям, потому что еще зависит от человека, который преподает, вот, но это все-таки больше были теоретические знания, да, которых и так, даже не теоретические, а теоретические информационные, которыми сейчас все общество перегружено, да, в этой школе здесь было очень много дано практического, да, информации дано тоже очень много, и ее можно продолжать углу, да, да, но вот этот вот нюанс практики, да, для обучения знаниям трав, да, то есть травам надо обучаться, наверное, всю жизнь, да, но вот этот вот практический материал был вложен, вот, это первое, да, второе, что мне понравилось, что здесь было энергетическое взаимоотношение с травами, да, то есть действительно понятие, что это живые существа, которые даруют нам свою силу, да, то есть что с ними можно взаимодействовать, что с ними можно разговаривать, что с ними можно продолжать, ну, как бы жить, да, то есть это вот второе, да, что мне очень понравилось, третье, мне очень понравилась практика, да, вот, да, я с удовольствием еще раз, да. Люди не знают, но Людмила была на практику нашей школы, на летнем практику, где с ней достаточно много, прямо не дуали работы было. Людмила, а вот какая разница была, вот когда вы первый экзамен задавали, и когда уже второй, то есть второй экзамен, когда вы уже прошли вот эту информационную составляющую трав, энергоинформационную составляющую трав, вот как вы себя чувствовали, вот разницу, когда вы первый экзамен сдавали, и когда второй? Ну, первый экзамен, да, то есть первый экзамен, когда я сдавала, то это была как бы компоновка больше, вот она была привычная, да, то есть можно сравнить какие-то там данные лекарственных трав, да, или просто их силу, да, и было много информации, где можно было прочитать о них, о их действиях, и составить бутет, вот этот чайный бутет, но здесь тоже было очень важно, что мы все-таки составляли чайные, да, сборы, а не лекарственные сборы, да, вот, что мне вот тоже это, что есть такие травы, которые помогают стать этому сбору чайному, да, а не просто мы туда собрали разные... Ну, безопасно для здоровья. Да, безопасно для здоровья, это тоже как бы, ну, очень себя чувствовало комфортно, да, что ты не навредишь. Вот, а когда мы сдавали уже второй экзамен, да, то было интересно, вот именно то, что я всегда искала, это качество этих трав, то, что они помогают развить, да, то, что они открывают какие-то горизонты нам, да, то есть то, что они улучшают качество нашего характера, да, помогают наладить взаимоотношения, и когда ты завариваешь, ну, какой-то вот бутет этих трав, да, разных, да, и люди приходят, им намного интереснее пить вот эти вот, ну, живые травы, да, то есть по-другому не расскажут, да, то есть они как-то оживают, да, и еще больше раскрывают в чайных написках. Ну, да, людям из них трудно объяснить вот наш подход. Объяснить его трудно, но они чувствуют что-то, о, вот это да, что здесь, да, что за сбор, да, ты приготовила. Вот, это, конечно, интересно. Я смотрю, что очень много, ну, сейчас вообще такая тенденция, все упрощается, да, вот, и чайные сборы, они тоже упрощаются, да, а вот когда ты уже сам, вот, ты вот через, ты его как бы пережил, да, то есть взаимодействие, каждый с травой там поговорил, да, договорился, да, и создал этот сбор, да, то он становится вот Амрика, да, то есть как бы нектарной смерти, да, то есть какой-то... Вот, небольшой комментарий от себя по словам Людмилы, который в предыдущем, ну, вот, инструментарий школы, и библиотека школы, и знания школы, они позволяют углубиться на тот уровень, на который пожелает углубиться сам человек. Ну, вы это сами как раз и знаете, вот, это первое, что хотел сказать. И вот почему именно чайные травы, это потому что, ну, безопасно для здоровья, напиточные, и самое главное, травы, которые позволяют, ну, вот, вот, концептуально, да, к чему стремится школа, чтобы человек, он, как бы, был в балансе, в балансе, чтобы у него был баланс здоровья, чтобы, если баланс здоровья нарушен у человека, чтобы он снова вернул, и состояние человека было здоровым. Ну, научный термин, это гомеостаз, в терминах восточной медицины, это баланс энергии инь и ян, но по факту это то, что человек вот возвращается к первоначальным настройкам своего организма и поддерживает это здоровое состояние. Вот. И мы знаем, Людмила, что вы даже своего мужа приобщили к травяным чаям. Можно ли пару слов сказать об этом? Вот эти вот чаи, да, которые мы готовим в школе, да, у нашей, здесь очень они интересные, да, то есть, во-первых, они вызывают интерес у многих людей, а, во-вторых, они действительно становятся вкусными за счет своего интереса и, наверное, вот энергии, которой они напитаны. Даже люди, которые никогда не пили чай, ну, такого плана, и только предполагировали, там, черный чай или масалу чай, да, то они с удовольствием пьют теперь вот какой муж, да, вечером успокаивающий чай с трав, да, то есть, или какой-то другой, да, то есть я вот сделала сбор тоже вдохновения, так как мы семья художников, да, надея, да, то есть он тоже очень интересный и он поднимает настроение и более утренний напиток, да, и каждый час чаепития домашнее, оно становится как ритуал чайный, а не просто что-то выпили и подожали. Да, да, уже задумываются, уже название одно говорит о вдохновении, да, сейчас выпьем вдохновение, а тут выпьем шанси, успокоение, да, то есть, и уже, может быть, эти слова, они настраивают на это чаепитие в этом настроении. Ну, энергии, да, ну все, энергии, отношения, слова, можно вообще там даже кружку подписывать, что там душевный чай написать, да, и уже... Да, да, или как Рим Ахметов, да, он писал, да, что там прошу там излечить тоже болезнь какую-то чай. Ну, нормально, у нас вот в библиотеке для выпускников там специально же есть кафедра словесных формул, ну, это... А так, может, продолжает пить отрывные течения? Ну, если я не завариваю, конечно, нет, тем более сейчас он выйдет. Непонятно, что... Ну, когда вот уже с хорошими энергиями, да, и когда... Да, когда завариваешь, конечно, да. Все хорошо. Вот, и я думаю, что даже, ну, скучает, да, в какое-то время, что вот нету этих чаев, да, и приходится там пить... А я правильно понимаю, баночки показываете там с этикеточками, что вы что-то продаете уже, да? Или как? Я для себя, я же художник, да? Да, для себя, так красиво сделано. А можно этикетку поближе? А то вы как-то бегло посмотрите. Во-во-во, теперь я вижу. Да, я сделала там вот как бы название, назвала Милла Херпс компанией. А здесь вот какие травы, да? Надо продавать, а что? Ну, как, что? Или, видите, как красиво у вас сделано? Это даже вот кто профессионально хочет продавать травы, они такого уровня, у них не получается. И баночка, и крышечка, и... Баночка, и крышечка. Я даже такую спецификацию сделала, да? То есть вот у меня спецификация, да, на этот вот чай. Ага, оп, класс. Это вы правили. Чтобы это люди... Мы как раз так и учим, чтобы было обоснование. То есть не просто, что вот мой чай самый лучший, да? А вот обоснование, да? Да, да, с литературой совсем, да, где источники были, да. Вы пока первые из выпускников, кто вот прямо вот так и показывает. У нас есть люди, которые уже продают выпускники, понимаете? Да-да-да, я читала очень многие, да. Вы настолько сделали правильно, как и положено делать, как мы учим делать. Ну, я вот, видите, как я нарисовать могу, продать для меня сложно. Мне как-то неудобно предлагать. Конечно, смотрите, у нас вот реестр, вы туда можете включить себя же, да? И вам не надо ничего с этим делать. Кстати, мы вам еще страничку же личную сделаем. Пожалуйста, вы высылайте данные. Да-да-да, я пришлю. У нас к каждому тарифу, кто в оптимуме, личная страничка в рамках этого сайта. Пожалуйста, то есть, букету высылали, если там что-то непонятно, еще раз вышли. Вот, Людмила. Ну и финальный вопрос. Что вы можете пожелать другим людям, которые еще не познали мудрый стран? Ну, вот, мое личное, как бы, мнение, что вот мудрость трав, ну, чуть ли не нужно включить прямо в школьную программу, да? То есть, хотя у нас... Да, да, да. И я сама, ну, как бы, у меня всегда были по биологии, там, тоже могу похвастаться, ну, как это, все время пятерки, да? Вот, и учителя были хорошие, да? Но и действительно, как люди, и строги были учителя, и все, да? Но вот это взаимодействие с травами не было научено, да? Даже больше я получила из семьи, ну, от мамы, да? То есть, как она взаимодействовала с травами. Вот, поэтому я очень рекомендую заканчивать такого уровня школы, да? Которую я закончила, мудрость трав, да? Потому что это дает сразу практический опыт, и вы сразу можете составлять чайные напитки, которые будут индивидуальны для вас и вашей семьи, и они не будут не только просто, ну, как бы, чаепитие такое, да? Которое объединяет людей для разговора хорошо, но они будут нести в себе и исцеляющий, да? И гармонизирующий аспект, да? И, ну, я считаю, что обязательно надо научиться этому искусству, да? И благодаря вот таким школам, когда уже все сделано, да, и вам не нужно очень много там учиться, вот пять лет в университете или еще что-то, вы буквально за год можете стать классным специалистом в составлении чайных сборах, да? И принести вся пользу и семье, и, может быть, окружающим людям, да? И дальше распространяя, да, силу трав, гармонию, да, то есть любовь, и тогда наш весь мир будет более гармоничный, да, здоровый, да, что может быть лучше. Поэтому очень рекомендую. Отличная идея, что распространять в мире гармонию, делать мир более гармоничным, нести любовь через травы. Очень здоровская идея. Да, потому что, когда ты занимаешься травами, ты уже не можешь как-то, ну, обидеть никого другого, да, ты к травам относишься с любовью, да, то есть взаимодействие, да, ну, уже переходят на такой уровень, вот, более, ну, личностный, я не знаю, да, то есть. Ну, единственное, что хочу заметить, что год обучения, это, ну, это мы даем доступ на год, а материал рассчитан на полугодовое обучение, то есть, ну, конечно, всех в разных, ну, вы там подольше, а кто-то, а кто-то, знаете, быстрее, то есть у нас вот сейчас вот текущий поток обучения идет, и кто-то там еще первый экзамен не сдал, а кто-то сдал уже второй. Ну, это нормально, у каждого свой темп, мы же ничего не говорим. А, ну, это тоже преимущество школы, что можно идти в каком-то своем ритме, да, потому что у всех людей тоже загруженность, а у меня бывает так, что я, ну, когда уезжаю в Индию, там, у меня много работы, да, то есть мы же литературу проводим по Индии, и поэтому, вот, у меня нет такой возможности. А работа с травами, это надо как-то в них погрузиться, да, и это тоже преимущество школы, что можем идти в каком-то определенном ритме обучения, я считаю, а не так, как некоторые делают, вот, вебинар, все, следующий, да, то есть это большое преимущество, ну, для меня лично было. Ну, собственно, все, если хотите что-то еще добавить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.